Жители общежития на улице Крестовского 1 не будут лишены газоснабжения. Об этом, отвечая на запрос редакции НТС, заявил директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов. Нет, мы уже провели эту работу, эту проблему мы знали. Сегодня уже договорные отношения заключены с специализированной организацией, с газовой компанией. Поэтому дальше эту работу мы держим на контроле и отключений никаких не будет. По словам главы горхоза, так как данный дом не является многоквартирным, обслуживать его общее имущество ни одна управляющая компания не может. Поэтому в ближайшее время он будет передан в оперативное управление государственному бюджетному учреждению Госжилфонд. Сегодня проговорили с департаментом имущественных и земельных отношений. Они закрепят полностью здание за данным ГБУ, для того, чтобы те, в свою очередь, осуществляли обслуживание мест общего пользования, где сейчас есть, помимо того, и договора социального найма, у кого-то есть в собственности помещение, чтобы они заключили договорные отношения на обслуживание данных мест общего пользования с данной организацией. Кроме того, Евгений Горлов заверил, что вынужденный долг, накопленный местными жителями из-за отсутствия платежек, севастопольцам не придется гасить одним платежом. Напомним, ранее в редакцию НТС обратились жители дома номер 1 по улице Крестовского. Более 10 месяцев им не приходили платежки на оплату коммунальных услуг. Из-за того, что ранее от обслуживания их здания отказалась управляющая компания. Более того, недавно ОПАО «Севастопольгаз» вывесило на их дверях предупреждение о том, что их здание будет отключено от газоснабжения, так как организация, обслуживающая его, не определена.